Здравствуйте, прелестники и прелестницы! С вами Светлана Прель. И я уверена, что сегодня вы будете как заколдованные смотреть этот выпуск. Потому что в гостях у меня Фатима Хадуева, победительница 13 сезона «Битвы экстрасенсов», ясновидящая, яснознающая, яснослышащая. Хочется добавить. Продолжите, продолжайте. Мне это очень нравится. Да, я открываю вам новые ипостаси. Так, Фатима, вот я, знаете, что хотела спросить? Хотела у тебя спросить. Вот если я назову тебя ведьмой, вот ты бы обиделась или нет? Вот я, допустим, это восприняла бы как комплимент. Потому что в древней славянской культуре ведьма от слова «ведать» – это магическая женщина, мудрая женщина, но мало кто об этом знает. Вот как бы ты восприняла этот комплимент? Можно я домой пойду? Она уже все ответила, а потом у меня вопрос. Ждет ответа на свой вопрос. Я прошу тебя! Я отвечу следующим образом. Я очень большая, я уже ни на что не обижаюсь. Как вы меня хоть не назовите? Мало того, человека невозможно обидеть, если он сам не обидится. Поэтому я и не обижаюсь. Золотые слова. Вот, учитесь. Хотите обижаться – обижайтесь. А хотите жить свободно от этих разрушительных чувств, то это ваше решение. Живите свободно от этих… В общем, как говорится, Ларчик просто открывался. Ваш выбор. Еще вот такой интересный момент. Я когда искала героев для своей программы, когда выхожу на какую-то публичную личность, всем первым делом что спрашивают? Какой рейтинг программы? Что за программа? Что за канал? Очень необычно было, Фатим, с тобой. Вот правда. Значит, все вот с точностью наоборот. Фатима не спросила про рейтинг. Ей неинтересно было, что за программа. Вот, даже я как-то сама вскользь сказала, может, программу вам, тогда мы еще были на вы, скинуть, вы посмотрите. Она так нехотя, это просто вот, насколько я поняла, она нехотя сказала, ну, скиньте. Но я почувствовала, что смотреться это не будет. Ну, неважно по какой причине, не в этом суть. Но, еще раз напоминаю, публичная личность, да, почему не было так важно узнать, куда идешь, что за программа, что за рейтинг, да. И еще такой момент. Мне сказала моя подруга, да, вот с которой ты знакома, Ксения Остров, я ее обожаю, и вы тоже с ней дружны. Она мне сказала, срочно звони. Это чудо, что она именно в этот день может, и она хочет услышать твой голос. И мы поговорили чуть-чуть, и вдруг такой вердикт. Я буду сниматься в вашей программе. Это потрясающе. Вот объясни, почему? Свет, ты сейчас сама ответила на этот вопрос. Все зависит от того, кто тебе позвонил. Мне позвонила Ксения Остров. И этим все сказано. Я говорю так. Если ты уважаешь человека, ты должен это не на словах говорить, но на деле. Если она позвонила, значит, это очень важно. Если я доверяю Ксении, это говорит о том, что она мне не позвонит и не попросит за плохого человека. Если это так важно для нее, дружба познается в действиях, в отношениях. Ой, золотые слова. И мне не важно, что будет за программа. Я здесь это делала не для тебя. И это дело для Ксении. Потому что этот человек в моей жизни важный. Важный просто потому, что мы очень много лет вместе. Очень много. Сделали много. И я считаю, если вы дружите, то дружите действиями, а не словами. Как говорят, говорить можно многое, а делать. Да, очень. Мудрость в каждом слове. И я очень надеюсь и очень хочу, что когда-нибудь наступит тот день, когда Фатима скажет, не просто позвонил Апрель, именно поэтому я приехала. Надеюсь, этот день наступит. Еще такой момент. Когда я готовилась к программе, у меня было такое ощущение радости безудержной, как у ребенка. И некая такая адреналиновая, в кровь впрыскалась маленькими дозами адреналин. Какая-то непонятная тревога. Но не тревога в плане волнения, а как будто я хочу прыгнуть с вышки, и мне хочется, и страшно, и мамка не велит. Вот такое вот ощущение. И каждый, с кем я делилась, и своих знакомых, близкого окружения, представляешь, представляешь. И мне говорили, а ты не боишься? Как ты думаешь, почему они задавали мне такой вопрос? Чего мне надо бояться? Вот очень хорошо проверить людей в твоем окружении, которые именно так реагируют. Те люди, которые говорят, а ты не боишься, первое, это люди тебе позавидовали. Второе, эти люди нихрена не мыслят ни в магии, ни в эзотерике, ни в энергиях. А третье, эти люди в данном случае пытаются как бы быть полезными для тебя, предупредить тебя, быть на твоей стороне. Настоящие друзья, они говорят следующим, блин, Светка, сходи, посмотри, что там на самом деле происходит. Правда это или неправда, своими руками потрогай, потом расскажешь. А вот это и есть настоящесть. Ой, а мне прям это так созвучно, вот каждое слово твое созвучно, честно тебе говорю. Еще смотри, какой интересный момент. Мы все очень любим что-то такое привязывать, сейчас про все эти знаки там насмотрелись, каждому нам что-то кажется видеться, да, что-то такое. Вот смотри, какая интересная история. Для меня интересна, тебе может она покажется банальной. Я давно смотрела «Битвы экстрасенсов», да, и удивительная история. Я все время, я ловила себя на мысли, что я наблюдаю за тобой. Вот много-много персонажей, но я наблюдаю за тобой, за тобой, мне интересно, как ты думаешь, вот твои глаза, вот этот крупный план. И у меня было такое ощущение странное, как будто я переживаю за родного человека. Понимаешь, вот странное ощущение, смотри, теперь что происходит, говорю как на духу. Я готовлюсь, ну, смотрю, в памяти все это воспроизвожу, как ты там, все было, вот эти твои передачи, интервью, смотрю с тобой. Готовлюсь, да, вот напитываюсь, напитываюсь вот этой вот твоей энергетикой, скажем, да, чтобы мне понимать. Она информацию просто собирает, как у меня есть, где что, задает. И именно в этот момент, именно в этот момент, когда я готовлюсь, звонит одна моя знакомая, она рунолог, руны, да, по рунам читает. Вот, и я говорю, да вот я готовлюсь. Она говорит, так, сделай то-то, то-то, выпей стакан воды, прочитай молитву, позвони мне, я сейчас посмотрю на рунах. Слушай, слушай, вот, и она, вот я тебе говорю, как есть, она вытаскивает руну и говорит, удивительная, говорит, история, как раз разложились руны, я говорю, что такое? Она, сейчас я даже, знаешь, как, вот, руна оттал выпала, она говорит, это говорит о том, что у вас какая-то родственная связь, что-то такое, там когда-то, там что-то. И я думаю, как интересно, у меня была такая мысль тогда, еще некоторые почему-то считают, ну, не знаю, как они считают, что мы вот с тобой чем-то похожи, может, энергетически, что. Вот это из области фантастики надуманная какая-то история или что-то такое, может, ты тоже чувствуешь? Свет, на самом деле области фантастики не существует. Что касается родственных душ, о которых говорят, да, в прошлом воплощении мы где-то были рядом, что-то не отработали. У нас очень часто любят упираться в кармические браки, что непонятно, либо понимают, что нельзя им разводиться, вам надо быть вместе, вы по судьбе. Вот как будто бы они в этом всем разбираются. Объясню следующее. Все люди, которые ездят в метро, и вот рядом с вами, если есть люди, да, это вы все родственные души, в данный конкретный момент времени, в этот день, в эту секунду, в этот момент, вы все сошлись, потому что у вас необходимость была из прошлых жизней, из кармических долгов встретиться даже на несколько секунд, чтобы все разложить правильно и разойтись. То есть это из той серии, что никто не случайно все не смеет. Вселенная математична, и поэтому не бывает никаких ошибок. Убийца найдет свою жертву, жертва найдет своего палача. То есть все взаимосвязано, но только Вселенная, надо понимать, математично. Ага, понятно. Вот смотри, ты говоришь, ошибок не бывает, да? А вот в одном из, значит, как тебе сказать, я смотрю-смотрю интервью, и в одной из серий «Битвы экстрасенсов» ты говоришь безутешной матери, которая потеряла взрослого сына, ты говоришь, эта смерть произошла так стремительно и случайно. Ага, и у меня возник вопрос, а что, в небесной канцелярии могут тоже ошибаться? Что значит случайно? Там никогда не ошибаются. Вот, да, тогда что это за случайность? Там математически расчет идет, еще раз говорю, ошибаются люди. Ошибаемся мы здесь на земле. Вот смотри, история такая, мама говорит сыну, сынок, сердце болит, ну не ходи ты сегодня на работу, ну пожалуйста, возьми отгол, хочешь я позвоню начальнику. Ну болит у нее, сон увидела, ну он не может объяснить нормальным языком, что за бред, опять ты книжек начиталась, опять «Битвы экстрасенсов» насмотрела, все, идет. Сердце было, болело, она предупреждала, предупреждала. Что он сделал? Он мамину боль, мамину заботу поставил ниже своего уровня. Что получилось? Он фактически отказался от родовой поддержки, правильно? Да, 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 да. И в тот момент он идет, у него нету поддержки матери, любви матери, да, а есть ее переживания. Вибрация переживания низкоуровневая, правильно? Да. И что она делает? Она его бьет, грубо говоря, по ногам, и человек спотыкается, понимаешь? Потому что мама беспокоится. Была бы мама умная, зная, что сын не сделал то, что хочет она, она в этот момент выстроилась и просто бы в молитве хотя бы «Оберегите моего сына». Сказала бы, она бы дала ему большую вибрацию, и он бы мимо люка прошел. Вот, важная информация. То есть если мы излишне тревожные мамы и вот эту вибрацию посылаем, если с тревогой не можем справиться, а наши дети хотят и должны быть самостоятельны в принятии решения, то хотя бы найти мудрости, помолиться за своих детей, да? Молиться, просить в тишине, в спокойствии, в выстроенности находиться, тогда мы обезопасим своего ребенка. Что получилось там? Она беспокоилась, потому что она же видела, нервничала. Он злился на мать, что она ему в дорогу такие вещи говорит. Как следствие, он делает одну ошибку за другой. Сказку, помните, как бабушка обидела внучку, внучка собаку, собака кошка, понимаете, да? Вот эта энергия, и вся она пошла. И в итоге он становится невнимательным, теряет бдительность. Как это важно. И это совершается, это глупейшая ошибка. А что касается той истории, я знаю, о чем говоришь, Свет, там ситуация, быстро, когда происходит смерть, авария, то человек, который умирает не вовремя, он не осознает, что он умер. И это я понимаю. Я понимаю, ну а как, он не должно же тогда это было случиться, чтобы он умер? Нет, подождите. Не вовремя, то есть ему еще время было пожить. Нет? Солнышко, мое, понимаете? Нет, неправильно по судьбе, по судьбе. Ну. Вот, например, у тебя сегодня самый лучший день, да? Вот сейчас я возьму этот день, тебе испорчу. Возьму, дарю тебя, возьму, там, порежу. То есть я нарушу твой тот день, который должен быть. Мы излишне наделены так называемой свободой. Поэтому от нас зависит, что мы творим в этой жизни. То есть ты мне спрашиваешь, как мне длинные волосы? Я говорю, ой, у тебя, говорю, до Нового года будут красивые длинные волосы. Что ты можешь сделать? Ты можешь отойти, его так отстричь их, правильно? И нет этих волос. И нет этих волос. Ну, поверь мне, в тот момент у тебя они будут. Потому что тебе сделают что-то, нечто, ты даже не заметишь. Да, понимаю. Вот. Поэтому это играет огромную роль, когда случайности не случайны. Даже эта ситуация, его смерть, она была вот так под вопросом. Понимаешь? И если бы он услышал маму, было бы все хорошо. Хорошо. Но проблема, на самом деле, была не в сыне, а в маме. Ну, это да, я уже понимаю. И не только потому, что она не помолилась за него или попросила за него. Проблема заключается в чем? Наши родители, мы иногда что делаем? Когда ребенок, мы говорим, не ходи туда, кирпич башка попадет, будет хана, да? Да, да, да. Вот. Он говорит, нет, я пойду. Ну, кирпич башка попадает, он приходит домой, плачет с кровью. Что мы говорим? Я же тебе говорила. Да, я же тебе говорила, мало того, она ждет события, мать, когда это случится, чтобы потом через превосходство показать, что мать уважать надо через эти слова, я права, и чтобы подсознание у ребенка заразилось энергией, что маму надо слушаться. Это управление через страх. Согласна с тобой. Смотри, с одной стороны, маму надо слушаться, но наступает тот момент, когда излишне слушается, слушается, и мы уже говорим, какое безвольное существо. Что нужно делать было сыну? Остановить маму, посмотреть ей в глазки, поцеловать ее и сказать, мам, я тебя так люблю, я постараюсь быть внимательным и аккуратным. Эта мудрость должна быть в любом возрасте? У мудрости нет возраста. У нас иногда возраст приходит, а мудрость нет. Да, мудрость не приходит, я с тобой согласна. Но имеется в виду, это вот неважно, вот ребенку делает это замечание, да, ребенку, допустим, 6 лет, вот он в 6 лет должен уже это понимать. Никто никому ничего не должен. Проблема у нас заключается в чем, Свет? У нас нет семейно-строительного института. Раньше это мы учили. Я очень рада, что я выросла на Кавказе. Объяснить, потому что у нас передаются из уст в уста. Из поколения в поколение. Из поколения в поколение. С молоком матери, как у нас говорят. Крепкие связи взрослые. Знание, уважение и почитание. Да, это важно. Я в шоке была, когда я приехала в Москву и услышала, когда 30-летняя детина матери говорит, слышь ты, пошла сигареты мне взяла. Это ужасно, да. У меня было одно желание мордой об коленку его столкнуть. Понимаешь, и не надо войны. Мы сами себя разрушаем. Когда этот институт семьи говорят, что это некий атовизм, и это надо разрушать, это все не нужно. Это и есть разрушение уже с этого и начинается. Родовой матрицы нужно уважать, делать и почитать. И пока мы это не поймем подсознательно, сознательно и не передадим это двум-трем поколениям, это не восстановится. Согласна. Это очень сложный процесс. Поэтому он поцеловал маму, сказал, мамочка, я тебя люблю, не беспокойся о ничем, я буду внимательным. Он успокоил ее, а она в этот момент времени не будет доказывать, что будет проблема. Она будет усиливать его безопасность. Согласна, согласна. Все работает очень хорошо. Более того, вот ты знаешь, может, ты меня поправишь. Ребенок взял, вот совсем маленький, да, ребенок взял, ну не знаю, там, какую-то игрушку, начинает стучать, монотонно стучать по голове, ну, по предмету какому-то, да. Это отдается этот звук в голове. И мама говорит, ты хочешь взять и постучать, ребенок берет книгу, открывает, пытается, как будто он что-то читает, да, на своем, ну, вот эти вот 8 месяцев, 9 месяцев. Ты хочешь взять книгу, почитать, вот что она сейчас делает? Она берет эту инициативу, которую он уже проявил, он уже это действие совершает, но она у него как бы отнимает, да. То есть это твоя инициатива, но я отнимаю, ты хочешь почитать, спрашивает она его, да. Ну, то есть такие вот тонкие вещи, которые надо действительно чувствовать. Я извиняюсь, она психотерапевт, психолог, да? Прости. Она узнала это. Батим, скажи, пожалуйста, а почему в начале, ну, мы с тобой договорились, что будем на ты, вот, а в начале передачи ты то вы мне говорил, то ты, и уже к концу... Абсолютно, я отвечу на этот вопрос, абсолютно, это не зависит от меня. Даже когда я работаю с кем-то, когда я с кем-то знакомлюсь, бывает очень частое переключение. Неважно, передо мной ребенок сидит, либо очень взрослый человек. Пока оно перенастроится, я считываю информацию об этом человеке от его рождения до его смерти. И поэтому в какой-то момент времени, что переборола. Ой, как интересно. И здесь я всегда заранее предупреждаю, буду немножко прыгать, пока не соберу полную информацию, пока это не устатанится. Фатим, скажи, пожалуйста, вот если снятся вещи сны, если в твоей жизни происходили такие вот периоды, когда ты вдруг что-то предчувствовала, и это случалось, да? Вот, и многие, с кем я встречаюсь, начинаю разговаривать, вот проходят 5-10 минут, и меня начинают грузить тем, что и это чувствуют, и тот что-то чувствует. И все у нас такие колдуны. Куда я сейчас не плюню, у нас все чувствительные. Все чувствительные, все какие-то маги, все что-то знают. Вот скажи, пожалуйста, как все-таки отличить истинного, не знаю, волшебника, мага, человека, обладающего некими знаниями, от шарлатана, простому обывателю? Тебе-то понятно, раз-два плюнуть, а вот нам, простым людям, что делать? А зачем? Чтобы не попасться в сети. То есть, значит, вы идете, ищите этого человека, мага, колдуна, экстрасекса, смотрите, да, его, и приходите, и вот вам нужно узнать, хороший тот или не тот. То есть только тогда может возникнуть этот вопрос. Нет, смотри, вот в какой-то компании я нахожусь, да, и в этой компании обязательно найдется человек, после, там, выпил немножко и говорит, вы знаете, я-то на самом деле. И смотрю, у народа глаза уже вытаращиваются, и может быть, кто-то из этой компании на следующий день пойдет к этому, вот как понять, сама, вот честно, честно говорю и серьезно говорю, вот сегодня кто где не удался, в своих профессиях, в своей реализации, не могут привлечь к себе внимание, своим мастерством каким-то, да, обязательно должны пойти в эксклюзив, обязательно идут в то, что никто не может проверить. Вот, 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 вот. Никто не сможет почувствовать, потому что каждый чувствует по-своему, и он видит это по-своему, да, ты видишь вот стакан с водой, да, я вижу нечто иное. А другой, можно сказать, он не голубой, он... Небесно-романтического цвета. С розовым отливом, да. И попробуй докажать, что по-другому, да. Ты же одновременно, ты видишь, что делаешь, ты не могу. И поэтому, когда они начинают вот в это во все лезть, все время хочется сказать, что ты заканчивал, где твоя профессия, покажи, что ты сделал там. Согласна с тобой. Нет, куда, я еще раз говорю, не посмотри, певица, и она начинает втирать о том, что я была в Индии, во шраме, я отсидела там до хрена времени, теперь я святая, вот ты неправильно это делаешь, это делаешь. Запомните, все, кто духовно развит, у кого это есть санкция небесная, небесная, не орут это на каждом углу и никогда не будут вам говорить, что вам делать. И не дай бог, если попался человек, который подходит и говорит, Светочка, ты знаешь, я тебя сейчас увидела, у тебя кармочка немножко так загрязнилась, и поля надо почистить, у тебя биополе такое маленькое, его надо накачать. Вот сразу все нахер посылаете, потому что у нормального человека, профессионала своего дела нет времени заниматься вами, чтобы читать, смотреть, а потом еще подходить и говорить, приходи ко мне, я тебе это махалай-махалай сделаю. Нет этого времени. Признаки, да, если к вам начинают подходить и навязывать, и рассказывать, все, сразу. Это цыганский метод, увижу, вот матом скажу, вырежьте, пожалуйста. Нет, не вырежу. Нет, вот подходит объявление, ебу, гадаю, выражу, и все, больше ничего, вот ничего не сделаешь, да. Вот, поэтому прежде чем задавать вопрос, как отличить, нужно понять, а зачем ты туда идешь, первый момент. Согласна. То есть только тогда тебе надо такая функция и опция, как отличить. Да. Если же вынужденно случилась в твоей жизни ситуация, когда запутался, когда психотерапевты не помогают. Эй, давай это психотерапевты не помогают. Такое тоже может быть, да. Вот, когда не могут найти некоторые ответы, а мало того, психотерапевт помог, сказал, ну не хочется признаться в своих собственных ошибках, да, и идешь к волшебнику, который тебе скажет, что ты красавчик, а виновата погода, природа. Родовал я магия, проклятие, понимаешь, кто-то же должен виноват. Да, 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 обязательно. Если вы все-таки попали к этому специалисту и хотите понять, знаете, ну такую вещь, специалист, мастер своего дела, кто знает, что он видит и слышит, он найдет те слова, которые, если нет проблемы с энергией, чтобы вы мягко и красиво не обиделись, но поняли, что у вас в жизни другие проблемы, другая ситуация. И не надо ходить по экстрасенсу, он вам это объяснит. Но если вы пришли и услышали, что порчен, сглаз, родовое проклятие, срочно надо лечить, целить там и все остальное, подумайте, они управляют вами через страх. Потому что, если, не дай бог, какой-то матери скажут, ой, я за тебя не возьмусь, у твоего ребенка проклятие, там может случиться несчастье, в аварию попадет. Даже я, 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 если такое бы услышала, сказала, я все тебе отдам, сделай так, чтобы все было хорошо. Ну а что уж говорить про нас? Потому что мы все за своих детей готовы отдать все. Дети и животные являются самой сильной манипуляционной системой нашего сознания. Совершенно верно. Поэтому смотрите, что вам говорит специалист. Проверьте, как он вас считает из прошлого. Хотя бы это показатель. Да, в общем, не отключайте голову, критическое мышление должно быть всегда. И помните их, обмануть меня непросто, я сам обманываться рад. Вот если хотите обманываться, то ради бога, это ваш путь и ваша ответственность. Правильно? Да. И все, что бы ни делали, всегда, главное, без фанатизма. Да. Что бы ни делали, без фанатизма. Бывают случаи, мы можем сейчас, мы как раз выбрали ту форму, когда вот шарлатаны, да? Вот, там вот занимаются этими всеми делами, вот, как бы обезопасить людей от этого. Но есть и реальные же специалисты, которые могут помогать, делают свою работу. И ничего в этом мире не ценнее энергии. Наступит такое время, когда люди, вы будете орать, лучшим машину украли, деньги, квартиру, да, чем вашу энергию. Когда наступит время, когда будут воровать вашу энергию и делать это профессионально, вот это наступит как раз тот момент пророчества, когда говорят, что люди будут идти и падать замертво. А, Фатим, как защититься? Как защититься, вот, знаешь как, от сглаза, от того, чтобы тебе что-то такое вот нехорошее сделали, от завистников. Как защититься? Все, что мы делаем в этой жизни, мы делаем для того, чтобы нас завидовали. Да, точно. И в то же время, а ты знаешь тезис какой моей программы, что красота – это дьявольская сила. Вот смотри, с одной стороны, есть же поговорка, да, не родись красивой, а родись счастливой, значит, обладательница той самой красоты. А мы с тобой, женщины дьявольские, красивые, давай не будем это скрывать. До тех пор, пока существуют пластические хирурги, мы всегда касаемо. Да, ботокса на всех хватит. Да, шучу. Вот, смотри, значит, получается, обладательница той самой красоты не всегда и часто не приносит счастье та самая красота, да. И с другой стороны, скольким она вскружила голову эта красота, скольких с ума свела. Может, не зря инквизиция-то поработала, да, и сжигала, ну, всех подряд, не дай бог, конечно. Но я просто вот к тому, что как-то вот к этому тезису относишь, что красота – дьявольская сила, все-таки от дьявола. Как считаешь? Да все в этой жизни у нас дуально. Часть от создателя, часть от его, тоже, как говорится… Да, согласна, поняла тебя. …всего остального. Что такое красота? Красота… Вот если кто-то мне начнет говорить, не родись красивой, родись счастливой, я скажу, бред, ложь. Невозможно. Потому что я была самой некрасивой девочкой в классе. Почему все самые красивые женщины говорят о том, что они были некрасивыми? Я же сказала, пластическая хирургия. Ну, перестань. Еще все впереди. Ну, перестань. Вот, так сложилось. Я безумно благодарна создателю, что мое детство прошло именно вот в этом гадком утенке. Гадкий утенок – это же поучительная история сама по себе. Я не тратила время. Я осознала, что я страшненькая. Мне нужно очень много готовиться для того, чтобы меня хотя бы взяли замуж. Что я делала? Я хотела в чем-то быть важной. Это были знания. Я очень много времени уделяла обучению книгам, сказки, книжки. Готовила, стирала. Я придумала разные фишки. И я это заложила как раз в тот подростковый период времени, когда мои сверстницы красиво очаровывали мальчиков. Мало того, я обезопасила себя, свое тело, свою душу от легкого пользования. Накопила знания. Наступило время. И, извиняйтесь, начали расцветать. А вот и я. Да. Поэтому, когда говорят, что красота не нужна – нет, неправда. Если вы чувствуете какие-то изъяны, только, пожалуйста, вначале сходите к психотерапевту, поймите, что вы красивая. Прежде чем что-то с собой делать. Когда вы осознаете, что есть перекосы, есть врожденные вещи. Когда говорят, нахрена не нужна пластическая хирургия – это неправда. Зачем вмешиваться в то, что тебя природа так Бог создал? Не надо вмешиваться. Так почему же вы, когда рождаетесь с расщелиной на губе, когда у вас есть какие-то пороки, начинаете это делать? Зачем, когда вы шли, поломали ногу, пошли ее делаете, ремонтируете? Согласна. В зубы вам дали, зубов нет, пошли зубки делаете? Да, согласна. Поэтому двойные, стандартные, абсолютно правильно говоришь, Свет, здесь неприемлемы. Если есть какие-то дефекты, и вы понимаете, что не справитесь, можно использовать, опять же, только без фанатизма. И тогда это поможет вам. Вот тебе же, как психотерапевт, это понятно, да? Что человек это сделал, мимолетно, его сознание, подсознание начинает работать, и он счастливый. Все, сам от себя, а не от того, какие обстоятельства вокруг него. Согласна. Поэтому это необходимо. Самое главное, чтобы это было твое решение, а не решение кого-то. Муж сказал, что мне нужна грудь. Вот не про это главное, чтобы это было. А муж сказал, что нужна грудь. Ну, например, кому-то говорит, мне муж сказал, что мне нужна грудь. Или кому-то говорит, солнышка, тебе нужен другой муж. Да, вот, золотые слова. Слушай, Патин, скажи, в одном из интервью, это опять, по-моему, было в битве, да, ты говоришь о том, что, когда спрашивают, ну, как, как ты это делаешь? А ты говоришь, я подключаюсь к полю энергетическому. Ну, это как к вай-фаю подключиться. У меня как будто есть пароль. А вот кто тебе этот пароль дал? Мне нравится, когда слова вырывают из контекста, а так да. Нет, ну, я так услышала. Мне нужно было объяснить то, что я объяснить не могу. Если объяснить смысл моей работы, спасибо битве, реально. Она меня научила, особенно интервью после всех испытаний, научила, как правильно понять, что со мной происходит. Когда они уже сдолбали, как ты это делаешь, ну, не знаю я, как я это делаю, да. Но я понимаю, что надо объяснить зрителю. Я слишком уважаю зрителя, потому что он дает нам силу. Он верит. Ну, зритель – это зритель. Нужно уважать людей. Вот. И я тогда стала чувствовать, как это происходит, как, как. Ты входишь в состояние так называемого потока, и у тебя объем информации перед глазами просто мелькает. Но твоя задача – правильно выбрать ту информацию, которая касается именно этого события, либо этого человека. Поэтому вот такая форма мне пришла, что у меня есть так называемый подключенный Wi-Fi. Ну, кстати, очень как-то вот понятно становится. Но моя задача – правильно в поисковой системе забить вопрос. И из того количества ответов выбрать нужное. Это тоже огромная работа. Потому что если даже вот сейчас на примере тебя взять тебя, вот просканировать, ты понимаешь, сразу же не идет у нас плоская информация о тебе, как фотография. А у нас я вижу, я вижу объемность. Я могу потратить очень много времени, чтобы тебе рассказать о вот такой доле тебя. Это объем, точка. И она раскрывается очень сильно. Скажи, пожалуйста, а всем полезно побывать у тебя на приеме, встретиться с тобой, вот чтобы ты просмотрела, показала, направила, или нет? Как бы ты бы ответила на этот вопрос? Я, во-первых, я не занимаюсь саморекламой. Это первое. Нет, это не в плане рекламы. А знаешь как, вот раз в год, два раза надо сходить к стоматологу, например, чтобы у вас не заболели зубы, чтобы эту боль вы не испытали. Ко мне достаточно прийти один раз в своей жизни. Один раз. Но все-таки это должна встреча быть. Она должна, нету понимания. Света, прям вот так отрезаем, я говорю заново, чтобы меня никто не перебивал. Давай, давай. Если у человека есть возможность ко мне прийти, это не дешево, то этой встречи может быть достаточно один раз в жизни. Потому что в этот момент времени можно записать на диктофон, можно записать себе, это будет инструкция, на каждый момент времени. Через год он возьмет, прослушает. Он там услышит ответы на те вопросы, которые у него будут через год. Через пять лет он увидит ответ там, именно тот, который ему нужен будет. Поняла, поняла. Когда это люди ходят к экстрасенсам постоянно, то человек ничему не учится. Мне легче его научить слышать, видеть, понимать самого себя. Но вы же не будете к астрологу, к астрологу каждый день ходить за натальной картой. Слушай, ну некоторые могут и ходить. А вот интересно, смотри, а я знаю, что ты сейчас почувствовала, это же какая бешеная ответственность. А ты не боишься вот ошибиться? Или ты уверена в своих силах, в том, что ты говоришь? Болко бояться в лес не ходить. Согласна, но все-таки. Есть такое понятие. Честное отношение к своей работе. Я люблю то, что я делаю, и я делаю лишь только то, что я люблю. Первый момент. Второй момент. Хирург не может бояться. Понимаешь? Да, тогда лучше не делать. Тогда лучше ничего не делать. Ему надо... Стоит в плане операции... Он может ее отменить. Также я отменяю прием. А, все, тогда... Надо научиться чувствовать то, что внутри тебя происходит. Поэтому бояться ошибиться... Да. Ну, это смешно. Если ты ошиблась в этот момент времени, но ты сделала для этого все честно, значит, эта ошибка была необходима. Тоже верно, да. Она необходима была и для тебя, и для того человека, который пришел. Да, да, тоже. Бывает иногда так, что начинаешь читать информацию о человеке, понимаешь, что что-то не совпадает, но ты открываешь рот и говоришь ему все это. А потом выясняется, что он приходит и говорит, вы знаете, я не то имя сказал свое. Может быть, я даже... Я все попутал. Но то, что вы мне сказали, оно как раз было важно. Опять же, если ты честно работаешь с человеком, будет поток прям честный, который нужен ему. Ни одной ошибки не будет совершено. А если ошибка совершилась, значит, она необходима. В этот момент времени. И это не отмазка от того, что ой, я ошиблась, что-то не сделала. Я всегда признаю свою ошибку, если они есть. Иногда даже хочется этого. А вот смотри, какая еще мысль у меня возникла. Говорят, что люди, которые обладают неким даром, ну, у тебя же дар, да, неким даром, они не имеют права брать деньги, значит, это точно какие-то шарлатаны. Они спрашивают, ну, я просто говорю, как бытует мнение, да, вот как зрители бы задали тебе вопрос. Бытует мнение, вот сколько дашь, столько и ладно. Или там кто-то, кто-то может яичко там принести, кто-то масличко, кто-то это. А вот как понять тогда? Ты говоришь, а у меня очень дорого. Говорят так, да. Не, ну правда же есть такое. Когда я в Москву уезжала, я говорю, мам, говорят, в Москве так сложно. Она мне сказала такую гениальную фразу. Говорят, в Москве кур даят, а коровы несутся. Да, да, да. Почему люди так делают? Первое. Первое. Не хотят нести ответственность за то, что они делают. Ну, сколько положил, ну, это же ваш выбор был, да? Да. Второй момент. Когда была деревенская магия, деревня, да, носили натуропродукты. Почему? Потому что это единственное. И что было? Была оплата энергии. Да, согласен. Если ты не оплатишь там гадалки, я не за себя сейчас говорю, да, я не отношусь к гадалкам, потому что я не гадаю, что будет и как будет, я знаю, как будет. Вот. Что если не заплатишь гадалки, хрен ли у тебя сбудется, да? Да, кстати. Либо она, парклятия тебе вслед пошлет, да, есть такое, да. Люди платят из-за страха еще. Да, да, да. Лучше отдать. Слушай, страх-то как прям сильный, да, инструмент на страхе. Судивам ли психологам знать о том, да? Ну, я знаю, но я сейчас с точки зрения, как будто зритель, вот такой вопрос. Самая сильная энергия, это, конечно же, страх. Страх смерти, да, это колоссально. Вот страх управляет нами. Поселившийся однажды у нас, он хозяйничает в наших телах всю жизнь. Вот. Поэтому люди не берут ответственности, не берут денег за это, да. Следующий момент, когда говорят, вот вам дар бесплатно достался, хрен ли вы деньги берете, да? Да, да, да. Вы должны лечить там и помогать бесплатно. Кто сказал? Вот дали дар быть архитектором и дизайнером. Я ни одного из вас, архитектора и дизайнера, не видела, чтобы вы просто так своим даром распоряжались, да? Попросила сделать. Делайте мне генплан, там домик нарисуйте, полтора миллиона. Квадратный метр, там, 50 долларов или 50 евро. Ну, подожди, здесь все-таки профессия, хотя нет. А гениальный архитектор тоже, да, 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 правильно? Да, да, да. Ну, а проституция – это профессия или как? Ой, не знаю, волнительная как-то. Волнительная профессия. Я хочу закончить тему, связанную именно с деньгами. Люди, которые боятся ответственности, они не берут деньги. Любой энергообмен может быть. Например, дай воды. Ты можешь мне дать воды раз, два, три, но ты же где-то купила эту литровую бутылку воды, правильно? Ты потратила на нее 50 рублей, она закончилась. Если каждый раз тебе будут приходить, и ты будешь наливать это, вот ты же будешь где-то платить, правильно? Ты же будешь это покупать, ты же как-то должна восстанавливаться. Мало того, образование сегодня стоит очень дорого. Какой бы ни был дар, вам необходимо развивать себя, дар развить невозможно. Нужно развить себя, чтобы весь дар и талант ваш раскрылся. Какой бы вы ни были охренительный в детстве дизайнер, рисовали красиво, вы идете куда? Учиться. Обучение у нас платное, потом практика, потом еще чего-то, а потом бесплатно отрабатываете. Да, да. Вкладывание даже в эту профессию, либо в это мастерство огромных денег стоит. Я очень много училась, я очень много объездила мест, я в кровь взбивала ноги, чтобы найти своего учителя для того, чтобы он мне сказал, доченька моя, так ты же сама все знаешь. А ты почувствовал своего учителя, что вот он? Не бывает такого, чтобы был один учитель в этой жизни. Это бред. Какой учитель духовный сажает своих учеников на себя и говорит, только ко мне, только у меня учитесь, бегите от него все. О, как интересно. Это манипуляция, это лжеучитель, потому что учитель настоящий, он просто есть, есть его присутствие. Он тебе дал часть, ты наполнилась, только ты решаешь, что ты с этим будешь делать. Дальше ты пойдешь к другому, возьмешь у него другое, третье, четвертое. Ты наполняешься, когда у тебя много энергии разных. Да, бывает один, который дал тебе пинок под зад, тот, который тебя толкнул, тот, который тебя включил. Понимаете? Почему важно первоучительница, которая нас научила, палочки ставить, рисовать, писать, считать. Первой учительницей, и не бывает ее второй, правильно? Да, да. Поэтому нужно каждый раз понимать, кому вы идете, зачем вы идете. Да, согласна. Вот эти манипуляции только ко мне, только у меня? Нет. Я говорю лишь только то, за что я отвечаю. Ребята, вы можете учиться где угодно, но если вы пришли ко мне, я вам дам такую часть знаний. Если вы будете дополнять сюда как он до нас говорят, вот я мастер рейки, да, вот, а вот рейки, кундалини существует и все остальное, я говорю, можно рейки вместо, до, после, это не то. Я традицию переношу. Тогда вы скажите, что я ваш мастер. Если вы делаете другое, это не я, это что-то еще ваше. Вот, поэтому, если ты отдаешься, ты тратишь энергию, время, самое то, что у нас не восполняем, да, ценность большая. это стоит денег. Есть семьи, поэтому, кто не берет деньги, тот чего-то боится. Энергообмен должен существовать. Раньше не брали деньги в деревнях, потому что денег не было, был натурпродукт. Мало того, все, кто жили в деревнях, они легко восстанавливались. Чем? К дереву вышел, обнялся. У нас еще 150 километров нужно ехать до хорошего дерева, до сосны настоящего. Мало того, готова поехать. Бензин дорого. Денег стоит. Машину взять, водителя взять. Вот и посчитайте расходную часть. Согласна. А вот такой вот, можешь подсказать, такой экспресс-метод? Вот иногда чувствуешь, человек смотрит на тебя, ты его не знаешь, ну, встречаешься, ну, не важно где, там, на улице, и чувствуешь, что тебе как-то некомфортно, да, приходит всякие какие-то мысли. Сверлит взглядом, спинным мозгом чувствую. Вот что делать, как защититься от этого взгляда? Вот будешь какие-то слова сказать, там, не знаю, ангел мой, пойдем со мной, это впереди, зато что вот сделать, такой экспресс-защита, есть или нет? Успокоить свое сознание. Когда мы были маленькие, что нам говорили родители? Когда вы видите такую историю, фиг. Фиг. А, это работает или шутишь сейчас? Пальчики перекрутили, положили, либо про себя так, чур меня, чур меня. Все эти вещи работают, работают. Почему? Потому что они у нас на гинокоде записаны, так же, как и работают все приметы. Почему? Потому что нам рассказали об этом наши предки по гинокоду, а все, что они прожили, они накрутили энергию и сделали его живой. И поэтому, когда нам это рассказывают, тем более в детстве, мы это запоминаем, в матрицу оно у нас входит, поэтому это у нас работает. не работает. например, ну не работает в Мексике, что черная кошка перебежала дорогу. Ну не работает у них, потому что у них нету этого понимания, но зато у них нельзя, например, бобовые, ну они же бобы любят, там, бобовые, брать левой рукой. Нужно брать только правой рукой. А на похрену. Главное, чтобы взять двумя руками. Да, да. телевидение из Мексики, они как раз делали большой сюжет, там, целую программу по нашим приметам. Боже мой, я говорю, вы точно хотите? Они говорят, да. Начинаем с порога, дверь открываю, он мне руку протягивает. Я говорю, не, нельзя, через порог не здоровается. Я ему объясняю, почему. Это не потому, что примета или кто-то что-то придумал, это правда. На пороге дома у тебя здесь внешний мир, а это внутренний мир. И именно это разделяет энергию. Дома и внешнего мира. На этом перепуте нельзя это делать. Поэтому хотя бы что делать? На порожек ножку ставят и передают друг другу что-то или здороваются. Я говорю, заходи здесь, поговорим. Он меня начинает задавать вопросы. Я говорю, нет, дорогой, вначале за стол сядь, поешь. Да, вот опять с того, с чего ты начала. Вот эта родовая связь, вот это чувствовать, да, и все эти знания. Вот такая энергия есть у нас. У нас есть. Все, кто живет в какой-то стране. Когда у нас спрашивают, а, ты какой нации? Ребят, нация у нас одна, мы русские. А вот народа с ней у нас очень много. И надо знать энергию своего народа. Тогда это питает. Согласна с тобой полностью. Скажи, пожалуйста, защититься, вот ты еще спросила. Ну, ты сказала, дулю крутить. Да, самыми обычными способами делать так, как нас это учили раньше. Помимо всего прочего, на сегодняшний день, опять же говорю, кто где не удался, все идут, а теперь у нас эти книжки открывают, черную магию изучают, да? Да. Либо в интернете там, ой, я сейчас посмотрю, и я сейчас там обрядик делаю, по-шустрому. ворожу. Сделаю. Что они делают? Они действительно делают это. И эти дилетанты очень сильно портят энергию. Свою собственную, да? Свою собственную. Ну, хрен бы с ним. Подохну, подохну. Здесь же такая ищечность. А вопрос в другом, то, что они действительно портят других людей. Почему? Когда они начинают думать там о Маше, о Пете, да, о Магомеде, их внимание направлено на этого человека. Где ваше внимание, там ваша энергия. Где ваша энергия, там проехают действия. Они же все научились. Фотографию расхреначили, распечатали, и начинают что-то делать, да? Ой, да, да, да. Эти дилетанты очень много наносят вреда. Убить не убьют, ну, как шарик проткнут. Ну, блин, ну, как защититься, Фатима? Не скажу. Свет, знаешь, почему я сама себя не смотрю, а? Почему? Дорого. Смотри, если вы будете соблюдать все самые первичные меры гигиены, то у вас защитная энергия будет очень сильная. накачивайте свой энергоиммунитет. Ты сейчас грудь показываешь. Накачивайте. Шучу, ладно. Да. Не, ну, серьезно, и что? Энергоиммунитет, то есть поле должно быть плотное. А что это надо делать? Обязательно, после встречи с людьми, которые пристально смотрят вам в глаза, здравствуй, да, говорят, и вы почувствовали это неприятно, что делать? Помойте руки, идите, в первую очередь, потому что вода смывает эту энергию, которая была. Второй момент. Старайтесь, если вы почувствовали дискомфорт, не врать себе, что мне выгодно эта встреча, я сейчас потерплю, потом все что-то будет, да, тут же либо сворачивайтесь, либо часы с одной руки на другую меняйте. Либо если вы знаете, что там будут какие-то люди, с которыми вы не справитесь, но они агрессивны, одевайте на одну руку часы, на другую браслет. Перекрывайте руки, руки у нас как раз одна отдающая, другая принимающая. Они принимают не только деньги, я отдаю деньги, но и энергию. Вот, почему у нас женщины носили всегда колье, вот эти такие крупные, вот здесь у нас область души, грудина, щит, понимаешь, она же так еще в форме щита сделала, закрывает, вот это самое уязвимое наше место. Поэтому одевайте крупные украшения, если это женщина, да, вот, конечно, сейчас все начнут. А вот когда я интуитивно вот так делаю, все время в разговоре, я тоже закрываю, я рукой не леваю, я тоже закрываю, да? все наши действия, они показывают, что у нас заложено. Вот, нет, 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 я не буду это делать, да? А, да, и сразу, и слова, и вербальные, и мы... И глазки вниз, и все, что мы делаем? Мы сворачиваем, мы защищаем этот момент. Следующее, то, что мы сами можем себя восстановить, у нас тоже заложено в природе. Когда, например, ударились коленкой или чем-то, что мы делаем? Да. Ай, 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 вот оно самоисцеление, само снятие боли происходит. Следующий момент, быстро потерли ручки. То есть все мы знаем, в общем, получается, да? Абсолютно. Просто-напросто позволить своему телу делать то, что оно в данный момент хочет. Замечали, иногда бывает реакция, как хочется, как дать леща кому-нибудь, да, щечину, да? Вот, но мы себя сдерживаем. Момент вот этого сдерживания мы делаем некоторые блокировки внутри себя. Ну, это мы в медицину уйти можем надолго. Вот, защита это. И второй момент, научитесь правильно просыпаться, начинать день правильно. Это вот той самой с улыбки, которая вот, проснулся, открыл глаза, увидел солнце, поблагодарил, или как, вот улыбнулись, вот эти все штампы, штампы, штампы. В зеркало подошел, улыбнулся, а тебе ни хрена улыбнуться не хочется. Это ложь, нечестное отношение к себе. Вот, мне точно так кажется. Что делать? Первое, постараться все-таки договариваться со своим мозгом, чтобы на 5 минут раньше будильника вставал, да, если вам так необходимо. Второе, не вскакивайте с постели. Просто-напросто, что нам делают родители, когда мы маленькие просыпаемся? Потихоньку, потягушечки, порастушечки. Что надо делать? Подтянуться в постель, разбудить свое тело. Вот оно, почувствуйте его, оно должно у вас проснуться, оно должно у вас жить. Это называется глубинная волна, которую вы пропускаете у себя. И вы начинаете чувствовать, что вы запускаете. Вы запускаете энергию первичную. Когда вы вскакиваете, здесь у вас проснулось, здесь не проснулось, там наоралось, все остальное. Согласно. Просто разбудите эту энергию. Представьте, как она начинает обволакивать вас. А потом, хотите улыбайтесь в зеркало, хотите рожи корчьте. Главное, себе не врите. Хотя бы себе не врите. А другие способы есть, конечно же, но это уже профессионально. Книжки мои читайте, там все написано. Кстати, читайте книжки. И это относится только к людям, которые не находятся в острой фазе. В острой фазе потери энергии. То есть, знаете, есть терапевты, есть хирурги, реанимация, да? Да, да, да. Вот если у вас упадок энергии большой, сами отдали, спиздили у вас, неважно, но энергии не хватает, то здесь нужна не реанимация, нужны уже специалисты, нужны специальные методы для того, чтобы это поднять и сделать. В первую очередь, отказаться от всех переговоров, остаться дома и в какой-то момент времени просто-напросто закрыться. Что мы делаем? Как бы укутываемся, спрячемся. То это первый показатель, что у вас идет большая потеря энергии. Сонливость, озноб, раздражительность, плаксивость. Это не состояние депрессии. Депрессия – это следствие потери энергии. И тогда уже нужна реанимация, экстренные меры. А чтобы этого не было, нужно укреплять себя, как я говорила, энергоуманитет. В книжке у меня это подробно написано. Поняла, поняла. То есть, начинайте все-таки смотреть за себя, за собой, для себя. А большая потеря энергии идет, когда мы делаем то, что мы не любим, либо то, что надо другим, а не нам. Ну, вот сейчас задам вопрос. Вот у меня просто девчонки, не знаю, побьют, если я не задам этот вопрос. Вот смотри, ну, фигурально. Я надеюсь, я надеюсь, никогда кто-то там выйдет замуж. Вот ты угадал. Вот смотри, какая история. Нет, не про это. Вот красивая девчонка, сексуальная, умница, и крестиком вышивает, и все у нее хорошо. Замуж выйти не может. А какая-нибудь серая мышка красавца себе отхватила, и счастливая, и мы смотрим на нее. Ну, я образно выражаюсь, не я конкретно. На самом деле, это не образно, ты говоришь абсолютную правду. Да, я в том плане. Так оно и есть. Да, а что он в ней нашел? Вот что он в ней нашел? Вот как ответ? Вот действительно, что ж такое-то? Это было всегда, да? Джейн Эйр, помните? Да, да, Это было всегда, есть и люди. Это что вот за магия такая? Вот эти серые мышки, вот эти страшники, которых мы называем, у них практически отсутствует чувство комплекса. Как интересно. Практически, да? Вот те, которые замуж удачно выходят, тем более за аллигаторов, у олигархов и всего остального. Почему? Потому что они привыкли в этом жить, они привыкли выживать. У них очень сильная бытовая энергия, энергия знаний. Они знают, кому как сказать, они знают, кому улыбнуться, где подтереть, где поставить, где поухаживать за человеком. У них нет комплекса величия, какого-то такого аристократизма наигранного. Согласна с тобой. Они проще, они позволяют мужчине не напрягаться, а при ней сесть вот так, поковыряться в носу, то есть быть собой. Подожди, ну а разве мужчины, а почему они тогда к этим гетерам, почему они к этим вот... Одно дело переспать, а другое дело жить. Подожди, а как же вот эта серая мышка, значит, дома, без которой он тоже не может, и без той вот, которая вот такая, тоже не может, его тянет к ней, тянет. Как тогда это объяснить? Поэтому висят плакаты Анны Семеновича, живешь за... Ну вот, понимаешь, вот это вот все-таки несоответствие. Любит глазами, говорит, даже вот так. И вот получается, эта готова все простить, потому что она уже счастлива, что у нее есть мужчина. Она не пилит, она понимает его превосходство, она делает из него все. А он за то, что она, кукушка хвалит петуха, за то, что кукушка хвалит петушку. Все очень просто. Они знают, как это сделать. Они благодарны и рады, что это случилось в их жизни. Вот эти красавицы вкладывают большое количество денег в знания, в аристократизм, в эстетику. Они холодные, у них нет энергии, от них не пахнет. Вот этой жизнью. Сексуально она внешне, но секс – это аромат, который от тебя исходит. Ты можешь быть вообще некрасивой, как говорится, но ты можешь создать такую обстановку, что мужчина смеется, улыбается, радуется, а ты ему говоришь, не ссы, прорвемся. Все, он пошел. И главное, умеет же сказать вовремя эти слова и находит эти слова. Знаешь, дорогой, конечно же, если мы вот эту ситуацию так посмотрим, ты очень красив, ты очень хорош, бабочка там. Вот этот фанатизм, он не нужный. Почему? Объясню. Правильно, нужно нести статность. Не надо до быдла опускаться. Не нужно быть базарной бабкой, если ты не родилась ей, но только то, что ты есть, сделай живым, настоящим. Слушай, как мне прямо откликается, что ты говоришь, прямо откликается, и приятно разговаривать, в общем, с умной женщиной. И когда ты это сделаешь по-настоящему, мужчина это будет чувствовать, потому что то же самое. Они все равно тяготеют к эстетичности, к аристократичности. А проблема еще одна. Все сегодняшние аллигаторы, олигархи и богатые бизнесмены, это люди, которые ненаследственно стали такими. Да, да. Они с леской, из грязи в князь. Согласно. И у них нету кармического родового генома интеллигенции. Поэтому, стремясь быть интеллигентной и подаясь к нему, вы должны понимать, у него не за что зацепиться, поэтому он будет смотреть в деревню. Согласна с тобой. Вот здесь вот прямо в самую точку. Все как-то становится на свои места. Согласна полностью. Будьте собой. Вот те, которые вы есть, развивайте себя, обязательно учитесь. Если вам говорят о том, что «Ой, никогда не меняйся, оставайся такой, как есть», это вас прокляли. Вас прокляли. Причем я. Слушай, Фадим, скажи, пожалуйста, вот говорят, в итоге, как мне тебя называть-то, я не пойму, ты негодалка, яснознающая, как ты себя называешь вообще? Ну, хрен его знает. Ну, так не хочется. Волшебница, кто ты. Смотри, ты видела, что я сделала на битве экстрасенсов? Я зашла туда и сказала, если вам надо какой-то ярлык мне прицепить, говорите «яснознающая». Яснознающая. Вот это единственное, что ко мне более-менее подходит. Да, на сегодня могу сказать, есть еще такое понятие, как психоэзотерик. То есть психо-душа, эзотерик – это то, что там за пределами. Да, за пределами. Это более мне близко. Вот. Я поэтому спрашиваю. Экстрасенс. Блин, ну, экстрасенс. Сверхчувствительный человек. Да куда я нас не плюнь, сразу все чувствительные. Да, да, да. Все все не ищут. Вот скажи, пожалуйста, вот что я хотела тебя спросить. Это ты еще не все спросила? Нет, подожди. Я тебе что, надоела, что ли? Яснознающая, да? Значит, яснознает. А про себя говорят люди, которые обладают такими способностями, не всегда могут что-то знать и понимать. Вот, во-первых, так это или нет? А во-вторых, скажи, пожалуйста, если ты яснознающая, почему, насколько я знаю, ты не с мужчиной сейчас, да? Нет у тебя мужа или есть? Вам все скажи. Нет, ну вот в интернете говорят, что ты два раза была замужем, Ты знаешь, когда я смотрю интернет про себя, я понимаю, что у меня, кажется, был какой-то муж-мебельщик, Арсен. Кстати, мебельщик у тебя был. Зачем ты его скрываешь? Признайся. Арсен, вернись! Верни мебельщик. Ну, если мебелью торгуешь, значит, у тебя все хорошо или делаешь. Интернет, ты знаешь, это такое пространство, где я спрошу так или нет. Да, поэтому я спрошу так или нет. Первый момент. Про себя посмотреть можешь все? Про личную жизнь, про то, что будет? Все могу. Все могу. А делаешь? Могу и делаю. И, как говорится, и писаю, и какаю, и сексом занимаюсь. Все как нормальные, обычные женщины. Все не понимаешь. Понимаешь, все в обычном режиме. Если чего-то не хватает, чего-то нет, ты не можешь быть целостной по своей сути. Человек, который видящий, ну, поверь мне, он знает, что у него будет. Он себя видит, слышит. Да верю я себе. Знает. Это те, которые говорят, ой, я не знаю, что у меня будет. Так какого хрена ты лезешь тогда к другим? Никогда не ходите к врачам, которые вот такие толстые, с сахарным диабетом, эндокринологи еще вас лечить от сахарного диабета будут. Не правда это. То есть сапожник без сапог это чушь собачья. Чушь собачья. Почему? Лень заниматься собой. Сапожник, почему другим сапоги делает? Он бабки зарабатывает просто-напросто. Чего он себе потратит, сошьет красивую обувь, если он за это время поработает на другого и продаст? Деньги заработает. Жадность? Угу. Сама по себе. По своей сути, по своей сути, как ты можешь что-то говорить другому, если ты это не прожил, если ты это не умеешь делать? Вот другой вопрос, насколько хватает объективности не врать себе. Вот почему. Нам иногда тоже хочется, чтобы кто-нибудь там нас посмотрел, что-то сказал. Знаем и все. Объективности не хватает. Признать свои ошибки не хватает иногда. Либо что мы делаем, может быть, неправильно. То есть два мужа – это ложь интернетовская. Конечно. У меня сразу было три одновременно. У меня многомошество было. Чего не знали, да? Все, не могу. Я сейчас позеленела от зависти. Ладно, ну я поняла, ты не хочешь эту тему, окей. Скажи, пожалуйста, Патина. Пожалуйста. Пожалуйста, скажи. Когда я разговаривала с рунисткой, я ей спросила, а что руны показывают? Чего боится Фатима? Тебе интересно, что ответили? Так интересно выпало. Она говорит, смотри, руны говорят, что она боится статичности. Сейчас расшифрую дальше. Замирание. Некая вот такая остановки. Остановки. Дальше я говорю, а, выпадают две руны – лед и пламя. Дальше идет разговор про стихию, и я услышала это так, расшифровала, ну, то есть, как бы сказала ей, вернула, да? Она говорит, да-да-да-да-да, похоже, смотри, что ты обладаешь энергией, энергией как стихия, и тебе страшно, что в какой-то момент она может выйти из твоего контроля. Вот второй страх. А эта стихия такая, что может разрушить все и вся, и вот в какой-то момент ты боишься, что эта стихия разрушит все и вся, и ты не сможешь ее контролировать. Вот первое, вот это вот статичности, остановки, вот что это такое, о чем руны говорят, или это вообще не про тебя? Ты понимаешь, в чем дело? Я не мне, ни руны, ни карты, ничего не говорят. Это я говорю, читая их, да? Да, но тебе что-то это откликается, а если нет, что боится Фатима? Вы вместе с рунологом... С рунологом идите в лес, прогуляетесь, все в сад. Да, вам рунеры говорят, да? Сказать, почему я с тебя буду сейчас? Объясню. Когда люди говорят, мне сейчас руны сказали, мне карты показали, я услышала голос... Ребят, коллеги, научитесь брать ответственность за то, что говорите, это вы. Это вы так читаете эти карты, и вы так читаете эти руны. Они ничего не говорят. Они лишь только носители точечной информации. А как вы это сделаете? Как интерпретируете, как видите? Просто не бойтесь, сами скажите. Ну, так и есть. Я с тобой с тобой... Поэтому я тебе говорю, что-то откликается, что боится Фатима? Теперь смотрите, что касается здесь, с одной стороны, было, я боюсь статичности, ну, то есть остановки. Остановки какой-то. И второе, я боюсь, что я... Из-под моего контроля выйдет энергия, которая разрушает, да? Которую ты вдруг не сможешь контролировать. Вдруг бывает пук. Я все контролирую. Для этого я 12 лет... Сильная женщина. 12 лет была в воскезе для того, чтобы научиться это делать. Когда я впервые увидела, что я могу в состоянии вот этого неконтролируемой энергии, можно назвать агрессией, когда я еду впереди пробкой, я так машине говорю, отвали, машина на бордюр слетает, да? Вот это уровень ответственности. Это тогда ты хамишь, ты неправильно распределяешься своей энергией. Задача какая? Помнишь, я говорила? Обуздать себя, научить себя, натренировать так, чтобы ты управляла этой энергией, которая есть внутри тебя. Все люди, которыми управляют энергией, извините меня, они подселили себе до хрена сущности. Они рабы. Если ты учитель, мастер, и ты умеешь этим управлять и делать, то делай это. Вот представь, да? Человек по дереву вырезает, и дерево им управляет. Да нет, конечно, это абсурд. Это абсурд. Согласен. Поэтому в данном случае чего-то бояться, это... Ну что, совсем ничего не боишься? Нельзя так сказать. Если есть человек на земле, который ничего не боится, он дебил, либо... Ну, дебил. Все, ничего сказать. Но в данный отрезок времени, вот ты вот здесь сидишь, вот первое, что в голову приходит, совсем ничего не боишься. Я очень хитрая и продуманная. Прежде чем сюда зайти, я обезопасила то, за что я мог бояться. Это детей, маму, весь свой род посмотрел. Так, я говорю, пока я занята... Нормально, ты сидя ко мне на передаче, ты обезопасила весь род? Как это понять? Нет, я отключаю телефон, я буду с ними на связи, правильно? А, в этом плане. Я в этом плане. Да, я не в контроле ситуации. Поэтому на этот период времени я сама себя, свое сознание, подсознание обезопасила. Так, их взяла в круг безопасности, они там, пока я нахожусь в честности с тобой. Я же с тобой в данный момент времени. Вот, это будет неправда, если я буду мозгами в другом месте. Согласен. Вот, поэтому это я решила, сделала. Когда вы что-то заранее продумываете, тогда меньше становится страхов и боязни. Остановиться... Да, возможно. Я объясню, почему остановиться может быть страшно в прямом нашем социальном смысле. Дело в том, что я очень жестко использую все свои тела, особенно физическое. Я его насилую по своей сути 14 лет. Жестко. И если я остановлюсь, либо возьму себе выходной, то я точно знаю, что мое тело, мой организм начнет мне мстить. Он начнет сыпаться. Он привык к этой тренировке, к этой нагрузке, понимаешь? И поэтому, если я ему дам время, ни хрена не делание, он с ума сойдет. Я имею в виду мой организм, мои тела. Поэтому я трудоголик. И это мой бич. И я не умею отдыхать. Поэтому я себя учу этому, приучаю. Это если что я умею, чего я не умею. Остановиться не боюсь. Потому что мысль не остановишь мою. Я могу печатать, я могу писать книги, я могу говорить, а остановка это в плане бездействия, так нахрена я сдохну, тогда лучше. Я остановлюсь, когда я умру. Опять же, и смерть тоже такое философское понятие, как переходники тоже, а там дальше движение, если в это верим. Граждане, кто там был, кто оттуда вернулся, расскажите, как там? Нет, говорят, говорят. Я все говорю. Говорят, и говорят, на самом деле, пока мы... На заборе дрова, да? Да, там тоже написано, там все остальное. На самом деле, мы оперируем теми понятиями, что жизнь – это переход из одного тела в другое, начитавшись в философском трактатах. Нам же надо успокоиться. Да, для того, чтобы у нас исчезло вот это состояние страха, по своей сути, мы умираем, ежесекундно и ежесекундно рождаемся. Вдох – жизнь, выдох – смерть. То есть, это один момент. Второй момент. Все мы боимся смерти, как бы мы ее не проживали. Да, физически не боюсь. Да, ну это что? Так хоп, и все, оно случилось, да? Тем более, быстрая смерть, убийство, оно не страшно. Страшно мучительное осознание самой смерти. И это доставляет больше страдания и изматывает тебя. Конечно, быстро так, хоп, и все. Но даже если ты ее не боишься, все равно вот этот момент предстояния вот перед самим переходом, он страшен. Не из-за смерти, а из-за осознания, что останется после тебя, с чем ты идешь туда, а все ли ты доделала здесь, чтобы быть там. И как важно эти вопросы задавать не когда уже остались считанные секунды, да? А как важно задавать эти вопросы ежеминутно, ежесекундно в течение всей жизни? Когда у меня была критическая ситуация, они каждый раз бывают, те, кто духовно развивается, обязательно тебе будут рассказывать, я впала в критическую смерть, тот меня только долбанул, там еще что-то, да, да, да. Когда мы ложимся спать, у нас тоже смерть, по своей сути. Когда до меня дошло, как до жирафа, или просто случилось вот это осознание, и в этот момент времени не оттуда, я сама задала себе вопрос. вот я сейчас умерла, да, вот никто так мне задает вопрос, я сама себе там задаю этот вопрос. Какой бы я задала? Важный вопрос. Как ты думаешь, какой вопрос себе задала? Не знаю, я не ты. Ты не я, я не ты. Свет, я задала себе вопрос, как будто бы я оглядываюсь на всю свою жизнь. А была ли я счастлива? Вот все-таки какой вопрос. Самый важный вопрос, который вы зададите себе, и если хотите, вам зададут. А знаешь, какой мне сейчас пришло? Была ли ты счастлива? А я вот так сейчас подумаю, думаю, какой бы я вопрос задала. И мне знаешь, какая мысль пришла? А жила ли ты Света? Ты уже, да, аж слезы наворачиваются. А жила ли я? Очень часто делаем то, что надо. Это кому-то, чему-то, да. А вот это счастье, мы не осознаем его. Счастье не может быть вечным. Счастье – это мгновение. Когда говорят, я счастлива сможем, живу 13 лет. Врешь. Я деньги заплачу, скажи, как? Врешь. Это состояние. Поэтому оно такое, как ощущение, как будто бы тебе, может быть, кто-то наркотик вколол, кто-то промедитировал. Это состояние секундное. Если кто-то говорит, что он медитировал 20 минут и был в медитации, бред. Доли секунды ты находишься в медитативном состоянии, потому что это и есть состояние счастья. Вот этот момент очень важный. Задать себе вопрос, а была ли ты счастлива? Согласна. И вот такой момент. Скажи, а действительно ли так важно женщине выйти замуж, родить ребенка? Ведь не каждый может выйти замуж и родить ребенка. Вот по этому поводу надо страдать или может у этой женщины другая миссия, другое предназначение? Мы все свои ошибки назвали опытом, чтобы не было так обидно. Конечно же нет. Не каждой женщине необходимо выйти замуж. Одной женщине необходимо 10 раз выйти замуж. Другой женщине вот выйти замуж и навсегда напережить пять любовниц своего мужа. У каждого свое. Говорят же так, кто на что учился. Да. Есть определенные вещи. Не надо корить тех женщин, которые не стали матерями. Возможно, это лучшее то, что они могли сделать в этой жизни. Лучшее. Да. Я знаю женщин, которые воспитали сотни людей. Великих, известных, неизвестных, великих людей, потому что она была честна. Вот я знаю эту женщину, но у нее не было никогда своих детей. Это не потому, что Бог не дал. Потому что, когда она оттуда шла сюда, она взяла такое обещание. Карма у нее была такая. В прошлой жизни она десяток нарожала и никого на ноги не поставила. Так вот ей 10 раз больше нужно было поставить людей на ноги. Вот как. У каждого своя. Не осуждайте людей. Не осуждайте. Каждый пусть развивается так, как он может. И еще один из моментов. Свет, впервые хочу сказать и сказать это на твоей программе. На моей. Вот. Сегодня становится очень модно проходить все коуч-тренинги по личностному росту, где вам говорят любите себя. Я прежде всего. Всегда хочется сказать, как вы это делаете. Я вам заплачу реально на учителя. Да, я говорю, вот так что? Как это? Что это значит? Это один момент. Второй момент. В этот момент времени взращивают нездоровое осознание, когда говорят о том, что все тебе вначале, а забудь других. Это правильная вещь. Эгоизм прописан в Библии, если ты живешь по библейским законам. Опять же, разумный может быть какой-то эгоизм, да? Или как? В Библии прописан стандартный эгоизм. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Значит, от себя полюбить все. Кто придержится в библейских каких-то историях, то там в Библии это прописано. Второй момент. Все это хорошо, но только без фанатизма. Если у нас, у русского человека, который живет на территории евразийского пространства, убрать такое понятие, как семья, род, брат, сестра, мы сдохнем. У нас в крови, если кто-то упал, автоматически мы тянем руку, чтобы поднять. Да, правильно. И это мы должны генетику свою не забывать. Мы счастливы тогда, когда, когда, эй, все вместе, когда мы и помогаем, и тимуровцы, и кайфуем, и живем вместе. Слово мы. Слово мы. Да. И вот эти все западные тренинги, западные тренинги на генетическую структуру, матрицу нашего рода не подходят. Адаптируйте ее. Да, она важна на какой-то момент времени, чтобы выйти из какого-то болота рабского, в которое тоже нас загнали. Балансируйте сами. Чувствуйте. Вы же умеете чувствовать. Вот здесь прет, значит, сегодня нужно быть эгоистом. Вот здесь прет, а я сегодня все деньги потрачу там на благотворительность. Я люблю тебя. Живите сердцем. Мне кажется, вот это откликается у тебя. Живите сердце, и будьте честны с собой. Абсолютно. Да, позвольте себе чувствовать действительно искренне эти чувства, и хотя бы правду, то, что звучало несколько раз сегодня за передачей. Не обманывайте, ну хотя бы себя. Ну хотя бы себя не обманывайте. Фатим, и в завершении программы я бы очень хотела, когда я сказала, что я стрелец, ты говоришь, что ничего ты о себе не знаешь, я тебе потом скажу и разоблачу эту ведущую в пух и прах. Разоблачи меня. А знаете почему? Потому что человека ничего не интересует, кроме него самого. Это про... Конечно же, с Ветланой не просто так меня пригласила сюда. Мало того, Фатима, Светлана, это одно имя, вы должны это понимать. Следующий момент. Говорят же так, свой, своего там, своика там видит издалека. Вот. Ведьма ведьму-то и увидела. Скрывает она от вас, в ее подсознании генетически течет кровь. А теперь серьезно. Во-первых, ты родилась в год волка. Ну да, ты понимаешь, что ты родилась как-то по-китайскому, да? Да. У нас есть наши, наш, вот нашего евразийского пространства, гороскопы, староведические, зороастрийские, это наш. Ты родилась в год волка. Как следствие, какие характеристики, как волчица. Порвешь любого за свою семью. Надо, убьют. Гарантирую. Она знает обо мне все. Еще не все, подождите, там есть о чем сказать. Ангел-хранители сильные. А знаешь почему? Потому что был очень опасный момент в его рождении. Когда мать носила, еще не было решено, родишься ты или нет. Был большой объем энергии, которую ты еще в зачаточном состоянии переработала для своей собственной матери. и эта память у тебя есть. Как следствие, надо следить за тем, что ты говоришь. Если Светка вам сказала, чтоб ты споткнулся, просите быстрее у нее прощения. Ведьму обидеть может каждый, но не каждый успевает попросить прощения. Ты знаешь, как я теперь говорю, чтобы вы были здоровы. Потому что я это приметила. Мне нельзя такие вещи говорить. Сильная магическая энергия, которая передана породу. И это идет из поколения. Это не просто у нее такое. Это из поколения идет у тебя. Следующий момент. Ты знаешь, что по молодости ты очень сильно сомневалась в себе. То нос не тот, то глаза не те, то это не знаю, то здесь не хватает. Эти сомнения тебе были даны для того, чтобы ты укрепилась и больше училась, как я тебе говорю. И они тебя сделали сильнее. Следующее. Какие-то моменты тебе кажутся. Оставьте меня в покое, не трогайте, уйдите все. Мои слова. А потом ты говоришь, меня никто не любит, меня никто не пожалеет. Тебя можно прочитать как очень сильного человека и как очень мягкого человека, нежного человека. И это большой дар. Я бы сказала тебе следующее. Ты бы никогда в жизни не смогла быть человеком, у которого рот закрыт. Горловая чакра сильная. Поэтому тебе надо обязательно говорить, петь, учить, творить через именно передачу энергии, слова. Это дар. Это возможности. Мышление у тебя мужское. Ты до мозга костей логист. Выстраиваешь эти все позиции. Ты знаешь, как руководитель, что сделать и как сделать. Но в душе внутри есть маленькая девочка, которая умеет сделать такое блюдо. Так все красиво, так вкусно. Ты заходишь, и ты замечаешь, это неправильно висит, это негармонично сочетается. Здесь пыль. Ты не можешь находиться в грязном пространстве. Но это не говорит о том, что она сейчас пойдет и быстро мыть будет. Она ленива до уборки. Она тут же скажет быстро убрать, быстро сделать. Точно. Ой, Боже, точно. Поэтому мы о тебе можем говорить очень много. Спасибо. И что хочу сказать. Выпускай свою девочку. Твоя девочка очень крутая. Она очень сильная. И ты можешь сделать больше, находясь в женском обличии, нежели в мужском. Счастье, что ты пришла ко мне на передачу. Спасибо большое. И скажу главную тайну. Вот правда. Руны, знаете, что сказали? Сейчас Фатим меня побьет, по-моему. Она говорит, встретиться на передаче две ведьмы. И она берет и говорит, ты ведьма. Ведьма напоминает слово ведать. А ведать, это значит знать. Смотрите прельские тезисы, и вы будете знать многое. И даже больше. Я была бы не Фатима Хадуева, если бы разрешила ей закончить раньше, чем я. Если вы хотите научиться читать настоящие руны, приходите в школу Фатимы Хадуевой. Только Фатиме Хадуевой я позволю закончить первой. Спасибо, Света, за работу. Правда. Всех благ. Спасибо тебе, родная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова